Добрый день, Ваше Преосвященство, уважаемые дамы и господа! Для меня большая честь быть приглашенным на мероприятие, проводимое в этом святом месте. Ведь история нашей Родины не разорвана связана с нашей верой, в то время как житие новомучеников – это истинная летопись духовного подвига, который не виден с первого взгляда, но от этого не менее важен. Сегодня искажается виднее прошлого нашего государства и роль Русской Православной Церкви в его истории, в то время как память поколений должна прорастать с причастностью величия истории нашей Родины и ее культуры. И вместо этого прививается равнодушие к судьбам России, огнетается вымышленность образов, тем самым подменяется родовая и культурная память. И выражения Ивана, не помнящие родства, становятся все более актуальны в наши дни. И мы еще чаще заглядываемся на западные блестки, переставая видеть в потоке истории духовные образы высокого штиля, а не подделки, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов. Именно поэтому нам нельзя терять связь времен, но необходимо прививать через историческую память лучшие черты наших предков – мужество и силу духа, правдивость и совесть, любовь к Родине и веру в Бога, благодаря которым Россия во все времена не только имела свой неповторимый облик, но и не раз выставила перед лицом захватчиков, как внешних, так и внутренних. И чем ближе в историческом пространстве эти примеры, тем нагляднее они могут стать для будущих поколений. Именно поэтому мы должны знать о новомучениках и исповедниках, ведь их жизнь – это ответ на главный вопрос – способен ли человек в самых трудных испытаниях сохранять свое достоинство, следовать тому, во что верят до конца. Ценой своей жизни новомученики и исповедники российские изберегли драгоценные жемчужины великой культуры нашего государства и зерна русской святости, на протяжении тысячелетий явившемся основой всех сторон народного бытия. После революционного периода нашей истории это время не только смутное, но и малоизученное, поскольку слишком много фактов и событий той кровавой эпохи было сознательно скрыто. До сих пор во время работы в архивных делах, репрессированных, встречаются запечатанные конверты, даже несмотря на то, что с этих времен уже минуло без малого 90 лет. Вообще сама революция, равно как и падение могущественного государства, коим тогда была Российская империя, явления достаточно загадочные и, казалось бы, совершенно невероятные. Но есть одно но. Здесь хочется вспомнить книгу Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Простой народ на Руси никогда не жил в достатке, что на протяжении всей нашей истории являлось причиной бунтов восстаний. А к 20 веку появился еще один мощный дестабилизирующий фактор. При всей внешней форме благочестия во всех слоях общества расцветало отступничество от Бога. В высших образованных кругах христианство уже считалось холопской религией. Вольнодумство, нигилизм, атеизм и иные западные блестки скружили головы русской аристократии, верхушки. Даже в духовных академиях и семинариях процветало неверие. Среди рабочих и крестьян суеверие и отступничество от Христа превращалось в эпидемию. Мысль не новая. Ведь мне моя справедливость такого вывода была обоснована германским философом Георгием Гегелем и Рюдвигом Фейербахом, по мнению которых народ, организованный в государстве, и земной бог. Эту мысль подхватили большевики, возглавляемые Владимиром Лениным, и создали иллюзию народной власти и воли. Голодные, потерявшие духовную основу массы, пошли за этой иллюзией, и уйдя от монархии, диктатуре пролетариата, в капкан тирании попал. Но получив при этом власть в свои руки, большевики заявили, что воля народа никак не должна противоречить этой самой диктатуре пролетариата. Никакой демократии здесь и речи не шло. Хочется остановиться здесь и вспомнить роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот», где за 40 лет до революции устами князя Льва Мышкина автор пророчески подсказывал, цитирую, «Атеистам же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И наши не просто становятся атеистами, они непривенно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак не замечая, что веру ли в нуль. У нас, коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть стало быть и мечом». Конец цитаты. Как и вера в Бога в целом, так и русская православная церковь в частности были неугодны строителям коммунизма, которые ставили на пьедестал очередного своего золотого цельца в лица каждого из своих вождей. Так и носители духа были неугодны, а потому просто истреблялись. Так с людьми исчезали целые листы летописи, а истории переписывались заново, ибо земля от света перешла во тьму. И такое искоренение было как физическое, так и духовное. Культ советской власти стал непререкаем, ее противники безжалостно истреблялись. Но большевики, пытаясь уничтожить старую религию, основанную на вере в единого Бога, бешеными темпами насаждали новую религию, соответствующую обрядностью. Вместо троицы выступили у них Карл Маркс, Фрегих Энгельс и Владимир Ленин. Вместо мощей святых лежащие поныне в мавзолее на Красной площади труп Ленина. Всеми вопросами жизни стало заведовать новое священство – коммунисты, которые с трибун проповедовали славу вождей. Устраивались новые храмы, коими стали дворцы культуры, кстати говоря, часто устраивавшиеся в настоящих храмах. В новых алтарях и новых красных уголках висели новые иконы, руководителей партии и революционных деятелей. Вводились новые праздники. Вместо Пасхи – 1 мая, вместо Рожества – Новый год. Широко проводились так называемые комсомольские, Пасхи, Красные крестины, свадьбы, давались новые абсолютно бессмысленные имена. Одна электрификация, как ими чего стоит. Основанные на христианской нравственности семейные ценности подвергались глумлению освободившихся от религиозных иллюзий человека. Святости и целомудрию семейной жизни и семейных отношений были противопоставлены половая распущенность, безответственность, узаконенное убийство нерожденных детей. Новая философия упрямо твердила, что человеку, который будет сам мирилом всех жизненных отношений, дозволено все, что приносит ему удовольствие. К сожалению, Россия до сих пор расхлебует последствия тех событий. Когда ломает все былое, и в грязь церквей летят кресты, то скоро новое святое увидишь в своей жизни ты. Другим богам тебе молиться, поклонный бить другим святым, по новой Библии учиться, иначе будешь проклят и гоним. Это стихотворение известного автора как нельзя лучше отражает то, что происходило тогда в России. Стоит еще раз вспомнить монолог Мышкина из романа Достоевского. Социализм, тоже, как и брат его, атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству смыслу нравственным, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную, вожаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием. Это тоже свобода через насилие, это тоже объединение через меч и кровь. Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности. И здесь нужно отметить, что богоборчество властей противоречило внутреннему, внешнему укладу жизни подавляющего числа жителей нашей страны. И поэтому борьба большевиков с верой, с религией, обернулась настоящей войной против собственного народа. Об этом свидетельствуют и методы борьбы представительного власти. Грабеж, насилие, убийство, конфискация. Принятая в декабре 1936 года Конституция СССР, где провозглашались политические и гражданские права и свободы, породила надежду на изменение ситуации к лучшему. Но на деле все привело к невиданному до толи числу репрессий и, стало быть, жертв. Только в 1937 году по запросу Союза военствующих безбожников, был такой, было закрыто более 8 тысяч храмов. Расстреляли несколько десятков тысяч священнослужителей, монашествующих и обычных прихожан. При этом проведенная в 1937 году перепись населения говорила о том, что две трети сельского населения России, Россия, скажем так, СССР, да, тогда, были верующие, а также треть городского населения. Репрессированный и казненный советской властью священник, а также выдающийся ученый и философ Павел Флоренский высказывал мысль, что для русской православной церкви в том виде, в котором она существовала тогда, он просто необходим перед гонением, учитывая тот раскол, то разложение и то нарастающее неверие, что царило в мире. И второе свое крещение Русь проходила не в чистых ходах в Днепра, а в кровеновых мучениках. И верность слов отца Павла подтверждает время. В 20 веке Россия дала миру больше мучеников и исповедников, чем вся предыдущая история христианской церкви до того. Они почти что были нашими современниками. Они служили при наших храмах, были монахами, церковными старостами, обычными прихожанами, такими же, как мы с вами. Но в годы страшных гонений они не отказались от того, чтобы исповедовать Христа и от своих убеждений. Как было сказано патриархом московским и всей Руси Алексеем II, их жизни и смерть были убедительнейшей проповедью истинности и неразрушимости веры Христова. Как было сказано патриархом московским и всей Руси Алексеем II, их жизни и смерть были убедительнейшей проповедью истинности и неразрушимости Христова дела. Кровь мучеников, по словам Тертуляна, всегда была семенем, из которого растал новый народ Божий. Мученики и исповедники совершили нетленный подвиг, старания перенесли со славой, были превознесены Богом и сделались похвалой у церкви. Никогда не иссякала в России духовная жажда подражания Христу, стяжания праведности и святости Христовой. «Не стоит город без святого и село без праведника», говорил я на Руси в старину. И в XX веке, во времена разгула безбожьей безнравственности, прошлым Божиим, в России вздвигались и сохранялись богобоязненные чистые люди, которые ставили цель в своей жизни стараться всеми силами быть подобными Христу, в Его преданности и послушании воли Отца Небесного, подражать Господу Иисусу в его незлобивости, велосердии, кротости, смирении, молитвенности и бескорестной любви. Наши современные мученики, святые и праведные, воочию и свидетельствуют, что жив Господь, и жива Его святая плоть, русская православная церковь. Подобные периоды, да, история вообще часто умалчивает о настоящих героях. И бывает так, что лишь случай помогает нам найти именно тех, чей дух не был условно обстоятельствами, чье послание грядущим поколения отпечатало в сердцах, чья любовь и чья вера достойны уважения. Для меня этот духовный поиск начался более пяти лет назад с исследований Малой Родины, Скопенского района Рязанской области, по воле Божией открывшего мне имена тех земляков, кто бережно хранил в сердцах веру в Бога, кто не предал ее, кто положил жизнь свою за истину, за веру православную. За время архивно-исследовательского поиска сведений об исповедниках и новомучениках российских, а также репрессивных годы советской власти, мной была проведена работа в Государственном архиве Российской Федерации, архивах ФСБ по Московской, Рязанской, Пензенской, Архангельской и Мурманской областях. Наложено сотрудничество с благочинами отдельных районах Московской области, Кемеровской, Рязанской епархиями, Скопенским историческим обществом, а также с такими исследователями, как Анатолий Яковлевич Разумов и Василий Михайлович Голиков. Кроме того, благодаря метрическим книгам, хранящимся в Центральном государственном архиве Москвы и Московской области, списком клириков Можайского викариатства, клировым ведомостям, а также архивно-исследственным делам репрессированных священнослужителей, была проделана архивная работа по пополнению, уточнению, систематизации сведений о священнослужителях Русского района Московской области в советское время, также составлена таблица клира церквей за период с 1917 по 1937 годы. Были созданы двуязычные информационно-образовательные ресурсы, новомученики-исповедники земли Одинцовской и антиминс русской земли, обобщающие сведения по 44 новомученикам, 25 репрессированы за веру священнослужителям. За время работы мне удалось дополнить сведения почти о ста пострадавших за Христа. Причем некоторые, скажем так, биографии были дополнены практически с нуля. Не было ни фотографий, ни мест служения, просто голые протоколы, вернее, сказать, выдержки из протоколов запроса. Некоторые из этих людей приняли мученическую кончину в Бутово, некоторые на других расстрельных полигонах. Лишь единицы, пройдя лагеря, умерли своей смертью. Дорогу судьбы остальных теряется на бескрайних просторах русского севера или Казахстана. Немногое осталось в памяти потомков, немногое можно отыскать и в архивы. Краткие, сухие, почти безэмоциональные строки жизнеописаний, содержащие лишь сведения о местах служения, дату перевода на одно или другое место, состав семьи на момент ареста или безграмотно составленный протокол допроса. Или же нелепое обвинительное заключение, где часто писалась фраза «Вещественных доказательств нет». А при этом человека приговорили к расстрелу или же ссылали. Часто о жизненном пути страдальцев было известно и того меньше. Жил, служил, погиб. Но из-за этими строками скрываются глубокие судьбы людей, которые, несмотря на какие жизненные обстоятельства, шли только в одном направлении – к Богу, в котором есть путь, истина и жизнь. Работая в архивах с уголовными делами репрессированных и сведениями, полученных из разных источников, я словно окунался в то время. И люди, смотревшие на меня с пожелтевших фотографий 90-летней давности, вот отоживали и рассказывали свою историю, не придуманную их угнетателями. Здесь хочется вспомнить слова и стихотворения про Тарея Андрея Логинова «Антиминц». «Где от Соловков до Колымы выстрадать за веру не смогли?» Каждый уголок нашей необъятной родины имеет своих новомучеников, пострадавших за веру. И село Казаново, с деревни Ишвидьково, здесь не исключение. Здесь родились священно-мученики Александр Покровский, его братья и священник Петр и дьякон Василий, сестра милосердия Александра Сергеевна Федорова, соседняя деревня Состина, послушница московского рождественского монастыря Анастасии Ивановны Щербакова. В советское время в церкви Рождества Престой Богородицы служили репрессированные из Хиегумен Саватий Крутень и романах Руфин Демидов, архимандрит Филадельф Мишин и архимандрит Олег Лавилин. Кроме того, при церкви жили пять монахиней закрытых Спасово-Бородинского и Федоровского монастырей Анна Ивановна Любина, Феодосия Никонова Никонова, Стефана Ильинична Ленева, Александра Евдокимовна и Мария Евдокимовна Федорова. Все они были арестованы в 1931 году вместе с архимандритом Филадельфом и приговорены к заключению в правительных трудовых лагерях, Такая же участь постигла Схиегумена Саватия, послушницу Анастасию Щербакову, сестру Милосердия Александру Федорову и диакону Васильеву Покровскому. И романах Руфин был расстрелян в Нижегородской области. Священный мученик Александр Покровский, его брат священник Петр, а также последний состоятель церкви Жеста Престой Богородицы архимандрит Олег Ваверин приняли мученическую кончину на полигоне в Бутово, под Москвой. Бутово вообще уникальное место. Бывший расстрельный полигон НКВД. Апофеоз жестокости, стремящихся к светлому будущему коммунистов, запечатлевший на своей окровавленной земле следы братоубийственного войны против своего же народа. Но в итоге ставшая не только местом покоения 20 762 страдальцев, убиенных здесь с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года, но и настоящим антиминцам русской земли. Около тысячи человек из числа этого здесь являются исповедниками православной веры. Более 300 человек прославлены ныне велики святых. Их подвиг имел особое значение для сохранения православной веры в России и для ее духовного возрождения. Сегодня я постараюсь вам вкратце поведать о тех пострадавших за Христа церковных служителях, которые родились в селе Казаново или деревне Шитьково, с делами которых мне удалось познакомиться. О жизни прославленного священномученика Александра известно достаточно много, чего не скажешь о его братьях Петре и Василии, которые также верились репрессиям в годы советской власти. Их пути различны. Биография первая это типичный жизненный путь священника той поры. Незаметного героя, настоящего пастыря, который не изменил Христу. Исповедника веры Христовой, тихого труженика церковного, попавшего в жернова красного террора вовсе не по ошибке, не как жертве эпохи, а по сознательному выбору. Остаться до конца верным священническим обетом, какие бы времена ни стояли на дворе. Петр Михайлович Покровский родился в 1880 году в селе Казаново Русского уезда Московской губернии в семье псаломщика Михаила Григорьевича и его супруги Марии Алексеевны. В семье было шесть дочерей и четыре сына. И жили очень бедно. Первоначальное образование Петр, как и его брат Александр, получил в земской школе. В 1902 году он окончил Волгамское духовное училище. Известно, что в 1910 году их отец тяжело заболел и вынужден был уйти за штат. И на старших сыновей легли все заботы по содержанию семьи, где еще было несколько незамужних сестер. Петр Михайлович женился на дочери псаломщика Михаила Николаевича Другова Елене. И 26 декабря 1914 года было определенное место умершего тестя к церкви Троицы Живоначальной в городе Велоколамске Московской губернии. Уже после революции псаломщик Петр Покровский был сначала рукоположен в водякона, а после в освященнике. К сожалению, о дальнейшем периоде жизни батюшки известно достаточно мало, поскольку характерные следственные дела содержат лишь в основном сведения о сути так называемых преступлений, а также показания заинтересованных свидетелей. Так, в 1925 году отец Петр был осужден за неуплату налогов за церковь на 6 месяцев принудительных работ, что для той поры и тех условий и для его статуса было обычным делом. В 1930 году он был приговорен к одному году заключения. В 1933 году священник был приговорен уже к 5 годам заключения по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР за сопротивление власти. Вообще, статья такая расплывчатая и в принципе сюда можно было прописать практически любое скажем так по мнению советской власти злодеяние для того, чтобы человека можно было посадить, а дальше либо расстрелять либо отправить в горях. Где в свою очередь нужна была сила рабочая. После освобождения отец Петр сослужить в церкви Анапретичи в селе Рамене Шаховского района Московской области жил в одном доме со священником будущим священномучеником Петром Никольским. 22 января 1938 года священник был арестован на волне до то ли невидных репрессий. Теперь уже за антиколхозную агитацию среди населения Латашинского и Шаховского района. Уже 2 марта того же года по групповому делу отец Петр был осужден тройкой НКВД по Московской области и приговорен к расстрелу. Он принял мученскую кончину 14 марта 1938 года на Бузовском полигоне и был захоронен. В этом году мне удалось пролить свету судьбу еще одного представителя династии Покровских декона Василия. Он родился 15 апреля в 1888 года в селе Казаново русского уезда и первоначальное образование так же как и его братья получил в земской школе. В 1901 году он окончил Воколамское духовное училище по второму разряду. Согласно материалам архивно-следственного дела Василий Михайлович также окончил духовную семинарию но пока подтверждений данному факту я не нашел. Василий Михайлович женился и к 1909 году был укроположен в одеакон в церкви святителя Николая Щетворца села Рогачева Дмитровского уезда Московской губернии где прослужил минимум до 1927 года. К сожалению о водолейшей судьбе известно достаточно мало. К апрелю 1932 года он уже работал в Москве столером и проживал по адресу улица Халтуринская дом 31А квартира 1. в материалах архивно-следственного дела нет указаний на то что 49-летний Василий Михайлович на тот момент служил в церкви. 26 апреля 1932 года Василий Покровский был арестован органами ОГПУ по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР по обвинению в антисоветской агитации но уже 31 мая того же года дело было прекращено. К моменту второго ареста Василий Михайлович работал в Москве плотником на первой автобазе метро и проживал по адресу. Улица Открытая дом 14 квартира 21. 5 декабря 1938 года Василий Покровский был арестован за контрреволюционную агитацию а уже 16 декабря того же года был осужден тройкой ОНКВД по Московской области и приговорен к 10 годам исправить трудовых лагерей. Дальнейшая судьба Василия Покровского неизвестна. На момент ареста в составе семьи была указана дочь Евгения 27 лет. 28 сентября 1995 года Василий Михайлович Покровский был реабилитирован прокуратурой города Москвы. Совершенно недавно мне удалось выяснить что в 1883 году в семье псаломщика церкви Рождества Престой Богородицы села Казаново Алексея Маркова родился сын Александр. В 1897 году он окончил Вахламское духовное училище. В 1903 году Ифанскую духовную семинарию. 1 октября 1909 года Александр Алексеевич Марков был руку положен во священника к церкви Рождества Престой Богородицы родного села Казаново сменив на приходе священника Дмитрия Тихомирова возможно своего тесте. Здесь согласно кулировым ведомостям отец Александра прослужил как минимум до 1923 года. Его дальнейшая судьба неизвестна. Но судя по тому что в 1931 году архимандрит Филадельф Мишин был арестован здесь целой группой церковников а в 1932 году здесь уже служил архимандрит Олег Вавилен отец Александр Марков либо скончался к этому моменту либо был переведен на другой приход либо был арестован. Конечно, еще много можно рассказать и о схиегумене и Савате и об архимандритах Филадельфии и Олеге, но я пока не работал с их архимно-следственными делами ввиду достаточного объема сведений об их судьбах. Пострадавшие в те нелегкие времена люди не были апостолами, но своим жизненным подвигом они повторили в достаточной степени пути первых последователей Христа, кого запроповедь Слово Божие ненавидела, преследовала, распинала тогдашняя половина мира, языческая римская империя. И, как и много столетий назад, у каждого из них был свой колизей, будь то Бутовский полигон, Беломорканал или бесчисленное множество так называемых ИТЛ, строительных трудовых лагерей, которые были разбросаны по всей России. Об этих людях нужно знать, равно как о том времени, что ураганом в 0,70 лет пронеслось над нашей страной. Подобное уже было в веках бывших прежде нас. Русская земля, омытая кровью воинов и мучеников, безусловно, хранит еще много имен героев, которые положили свою жизнь за то, что их убийцам показалось бы не столь важно. за мировоззрение и веру. Но такие люди в самые сложные времена становились для нас примером несгибаемой воли и веры, тучом света. Завершить свое выступление я бы хотел фразой, сказанной одним неизвестным американцем. Когда я хожу по русской земле, я хожу по антиминцу. Как тонко путешествовавший по России иностранец почувствовал всю боль бесчестного множества погубленных во все времена наших соответствий, ставших свидетелей истины Божьей. Быть может, и мы когда-нибудь осознаем, каким богатством мы обладаем. спасибо. Насколько удалось ли вам общаться с родственниками новомучника? А с кем? Есть в русском районе село Васильевское, где как раз служил священно-мученик Николай Виноградов. Я воочию, скажем так, лицезрел его внука, который еще застал самого священно-мученика. Недавно было 93-94 года, скажем так, с ним удалось общаться. Ну, так, в принципе, и с тех, кто в русском, если, потому что с одинцовскими пока, как бы, я так, имею в виду, с родственниками не сатаковался, а вот с русским с несколькими удалось и по телефону так пообщаться. Ну, и фотографии они передавали, и архивные всякие разные тоже сведения у кого были. Ну, с репрессированными тоже вот родственникам тоже удалось пообщаться. Ну, если где-то они, скажем так, себя показывают, то, что они, скажем, где-то приезжают куда-то, куда можно действительно на день памяти приехать, или же просто в социальных сетях или на каких-то генеологических форумах показывают информацию о том, что они родственники, то это быстрее. А так, конечно, достаточно проблематично. Если нет указаний, и, к примеру, благочения никак не поддерживают с ними связь, то это очень проблематично. Ну, только более случаев, в принципе, с одним, например, вот, с Кальпинским батюшкой репрессированным, я, в принципе, случайно, начисто, уже по своей, можно сказать, родословной, когда копал, вот, с одним его родственником, можно сказать, так встретился, потому что у нас был общий материал, по которому мы работали. Вот наш опыт, он тоже, наверное, может, интересный. Мы о Александре Покровскому писали все время на сайте благочения и в соцсетях. Писали минимум информации, вот, что было в книге отца Олега Пемешко, вот, в каких-то книгах. И в каком-то году, наверное, в 16-м году, там, позвонили, когда родственники сначала благочения, а благочения отправились ко мне. И вот, мы, естественно, подружились, и это очень, очень как-то так, греет душ. Вот они сюда не раз приезжали, они помогают, там, деньгами, они помогают, ну, вообще, они помогают, переживают. Ну, очень хорошая так вообще. И вот внучка, она как-то по архивам ходит, тоже копает, что называется. И это очень радостно, потому что, наверное, не все родственники так интересуются, так, и нравится. Да, это, конечно, тоже, потому что, явно, например, может сказать так, через много лет после того, как с одной девочкой отучился, узнал, что она как раз является потомком священно-учника. Ну, в принципе, как мне сказали, они как бы даже об этом особо так и не отношать не знают, но вот те, кто, может быть местный, они вот предания сохранили и говорят, да, вот, вот такие. А с кем из других вот таких, можно сказать, специалистов вы как-то вот как-то... Да, я же об этом и просто рассказывал. Если и местных, то вот как раз Василий Михайлович Голиков, он жил в Можайстве и с ним мы, в принципе, очень тесно так работаем, обмениваемся сведениями. Обычно это не сохраняется за ненапренностью или же даже не ведется, потому что в советское время альтметрические книги последний год, когда они велись, это был 18-й, 1918-й, а потом все, потом ЗАГС, там еще вот эти три года с 18-го до 21-го еще как-то было где как, а дальше уже потом ЗАГС и, собственно говоря, который, мягко говоря, не взял функции метрических записей, потому что ну, опыта работы с, можно сказать, ЗАГСом, там, конечно, бардак полнейший, если люди, грубо говоря, у меня предок, прапрадед, которого я пытался найти. Три раза я подавал им запрос, но в итоге только с третий раз, когда они уже просто физические бумажки все посмотрели, то есть не электронная запись, да, они нашли, ну, скажем так, он, Сашников, Иосиф Ильич, мне его нашли как Шашников, ОСПА Ильич. Поэтому в электронной базе, естественно, он не числится. понятное дело, кто-то пришел, кто-то сказал, ну, как вот Иосиф, ну, да, ось, когда мы называли в деревнях. Ну, и здесь как назвали, как говорится, как Бог на душу положит, так и написали. И это, в принципе, очень часто приводило к таким диким ошибкам, потому что в ЗАГСе в отличие от церкви трудились весьма неграмотно тогда. Ну, и как они слышали, так и писали. И вот поэтому многие, например, предки мои, собственно, с годами и датами рождения имеют очень такую большую разницу. Ну, или, собственно, какие-то архивы терялись, я бы сказал, Российская империя, все эти первые ведомости, все эти теометрические книги выбрасывались и в итоге люди даже не знали, когда они, например, родились. Ну, иногда, конечно, это в плюс было, когда пенсию, например, надо было получать, да? Естественно, то, что приятно, когда там на два года тебе припишут, плюс, но там, естественно, люди, да. Да, хотелось бы спросить, вот в самом начале лекции сказали, что было очень, что репрессии были необходимы, потому что было очень большое неверие вообще, ну, среди населения российской педы. Вот такой вопрос. То есть, вопрос, нельзя ли, получается, священный синод, виновен в этом не верит, потому что они, получается, не смогли правильно организовать агитацию среди молодежи, допустим, в отличие от тех же большевиков? Ну, то есть, вот большевики смогли организовать эту агитацию, допустим, вот октябрёнок, пионеркам, а получается, у церкви не было такого, как его он, да, такой организации, которая занималась бы пропагандой, ну, в таком объёме, как у большевиков? Ну, во-первых, церковь тогда, можно сказать, говоря, языком спортивного была отыграна, то есть, вообще, я вот как раз так не зря про Достоевского, да, и про роман его сказал, потому что Достоевский писал свой роман в 1877 году, грубо говоря, там, 1880-м, оно уже там закончилось, да, издал, то есть, когда это не вере, это ничего, и, в принципе, если покопаться в истории, это началось, как бы, именно, вот, в истории гораздо раньше, чем революция, революция уже, скажем так, стала тем итогом, да, то есть, когда, грубо говоря, ну, вот, как вот мы кипятим что-то, да, то есть, жидкость сначала, там, булькать-булькать-будкать, когда здесь, к примеру, мы остановимся, там, не будем вас убавлять, она, естественно, вся и выявится, так и здесь, то есть, поэтому, вот, как бы сказать, когда церковь к революции подошла уже, во-первых, сама в состоянии таком, достаточно увядающем, да, и плюс еще общий уклад жизни, людей из того места, то есть, люди, более таких, скажем, высоких, да, можно сказать так, в слоях общества, они, от запада, все, как бы, откуда они, почему от запада, почему наше дворянство стало смотреть на запад, почему они на Россию не стали смотреть, да, во-первых, собственно говоря, всегда, когда, допустим, да, вот, взять ребенка, он, когда, например, играет, он смотрит на чужие игрушки, ему хочется больше, чем свои, да, какие у него там замечательные не были, так и есть, то есть, это игрушки, а взрослые, это такие же дети, которые только вырастают, а игрушки-то у них все равно остаются, только игрушки меняются, машины там, квартиры, работа, тоже такие игрушки, которые, можно сказать, удовлетворяют наши потребности, а в детстве у нас нет работы, ну, учеба, это, можно сказать, обычно дети и катарами, да, ну, сначала-то нет, сначала все ходят, хорошо, потом к началке, к четвертому классу, интересно, где погасать, так и здесь, а почему, потому что выращивали-то наших всех, можно сказать так, императоров и принцев, и князей, кто? Иностранные граждане, гувернеры, и гувернантки, сначала французы, потом немцы были, потом опять, ну, вот так вот получается, если ребенок выращивается не родителями, а, извините, незнакомым дядей, или незнакомой тетей, он, чьи будет, можно сказать, ценности к себе, ближе, естественно, те, кто выращивает, только когда это Россия поняла, когда Александр Третий уже был, и когда Николай Второй, вот они тогда вернулись, вы заметили, как у них бороды появились, а до этого-то все были бритые, да, император-то у нас, еще и в панталончиках таких веселых, ну так, на кого они равнялись, у нас панталоны были, да нет, конечно, а вот как раз они уже вернулись, только вернулись они как раз, не то, что-то поздно, но до момента, когда раскол был везде, во всех сферах, и вот именно поэтому, вроде церковь должна была помочь, а ее уже никто всерьез-то и особо не брал, именно поэтому и патриарх Тихон не стревал, он, мы поддерживаем там, где можно, там, где нельзя уже не обозвинить, да, когда, например, резня началась, тоже, например, в восемнадцатом году восстание было в русском, в рейском вернее, да, в рейском, как бы частично он в русском перешло, так это, уеде на юге, он же уже тоже, и все эти буйства, которые после революции, тоже осудил, но повлиять они никак не могли, потому что они тоже были уже в состоянии, можно сказать, их уже никто не слушал. Вот сейчас просто, больших кожи были тоже никто, с чего не слушал, была такая кучка маленькая, там даже Ленин писал, что там, может наши внуки там увидят революцию, а потом они как раз и поднялись. Во-первых, там очень много таких моментов было, я бы сказал, таких подводных камешков, то есть, во-первых, Ленин вообще в принципе-то в России-то не жил, он вот как вот уехал, да, его же там, скажем так, не любили, ну, а он-то Россию любил, что скажем, потому как он себя вел, совсем не любил, да, ему нужна была Россия, как вот я, когда в Америке жил, у меня была там одна знакомая, она уже такая пожилая была женщина, ему у нее дом снимали, вернее, комнат, несколько комнат в доме, и вот она мне, ну, прожила такую долгую жизнь, потеряла там всех своих уже родных, и вот она, по сути, одной фразой, по сути, вот весь уклад жизни человечества сказала, using people, использование людей, вот так и здесь, то есть, есть ресурсы, есть желания, да, ну, как бы, люди-то устали от монархии, люди устали от того, что бедно живут, а тут пообещали, понимаете, ли, золотые горы, вот, допустим, опять же, почему за этими людьми так много пошло других, да, вспомните, начало 90-х, я бы сказал так, ближе, так, к середине, да, МММ, вот сколько людей обожглись? Много? Да. Много. А по сути, идея какая? Да никакой, так и здесь, то есть, в ноль, пожалуйста, поверьте, а если у нас, знаете, чем, такая, скажем, безумная идея, тем быстрее в ней люди поверят, так и здесь, то есть, вроде как, ни о чем, но, преподнесли то, что вот у крестьян не было, не было, у рабочих мало было прав? Мало. Так давайте дадим тем, кто плохо живет, права. Дали? Иллюзию дали. Иллюзию, ну, уазит, да, как там, вернее, не уазит, это мираж, да, как бы сказать. Мираж. И вот за этим миражом, вот на протяжении десятилетий люди шли, шли, шли. Только проблема вся в том, то, что шли они по трупам своих соотечественников, многие. Если, простите, в деле мученика Федора Гусева, это Одинцовское благочение, я когда прочитал, в шоке был. племянник родной его подписал на него заявление. Вот там такой-то, такой-то, да, там являющийся моим дядей, вот такие-то, такие-то антисоветские речи говорит. А что он сказал? Я говорю, пришли к храму заказать, я грючь не дам. Как ты не дашь? Не дам. Мне интересно посмотреть в глаза этого племянника было бы, после того, как его дядя умер в Лугеях. Так таких много было? И самое главное то, что люди боялись. Это вот называется к чему? Вот это вот сначала дали свободу, да, мнимую, а потом раз и зажали. Потом-то, естественно, когда люди поняли, к чему дело идет, естественно, начались восстания в 18-м году, пожалуйста. И потом, собственно, гражданская война началась. Почему? Зачем такое? Они поняли, что к чему дело-то идет? Дело идет в гиктатуре, которое в итоге и пришло потом. И до сих пор, собственно говоря, мы расхлебываем. До такой степени людям вбили в головы то, что Ленин хороший, что до сих пор он лежит. Ну, к слову, в Европе средневековый это считалось самым страшным проклятием, когда тело не похоронено и висит над землей. Ну, так. Вопрос в том, вообще, хотел спросить, вот, вы упоминали гражданскую войну, но я слышу, что многие деятели белого движения, именно, они были из числа тех, кто горячо приветствовал в революцию, то есть, они были не сторонниками монархии, они были сторонниками, скорее, вот того строя, который устоялся с падением Советского Союза. То есть, вопрос, как бы, ну, шило на мыло, то есть, лучше ли было, ну, лучше ли были деятели белого движения, то есть, если они, они же сами, то есть, многие, Карташова, то однозначно лучше. Многие там, по-моему, антанты, ну, поддерживали связи с антантой, вот, ну, с западом, то есть. С антантой, они поддерживали даже, в принципе, там, понимаете, одних поддерживали одни, другие поддерживали, скажем так, имели какие-то подпитки из других стран. То есть, там, по сути-то, ну, как вот, да, вот, некоторые войны, да, вот, возникают сейчас, в частности, да, вот, в Чечне была война, там, но не чеченцы там воевали, но не чеченцы, но там воевали американцы, представители Соединенного Королевства, Германии, да, там, ну, не чеченцы, ну, не надо, это просто вапшанал, уж так и здесь, понимаете, когда я был иначе, понимаете, человечество не учится на своих ошибках, вернее, как, кто-то учится, но приходящие после них смотрят и говорят, не, ну, мы такое не делаем, да, ну, получается, что мы такое не делаем, мы делаем свои ошибки, да, то есть, нет, то, то, что там у нас мама учит, то, что папа учит, не, 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 понимаете, нет ничего нового под солнцем вечным, и колесиаст прав на все времена, то есть, да, есть некоторые новые, я бы сказал, видоизмененные вот этой формы всего этого, но суть-то в чем, то, что все повторяется, и как бы, как раз вот об этом говорится, то, что вода, можно сказать, да, спускаясь к нам в реки, потом снова идет на небо, испаряясь, так и здесь, это, понимаете, это все одно и то же, только единственное в разных формах, чуть-чуть что-то видоизменили, и уже новое, ну, грубо говоря, возьмите вы, да, какое-то блюдо, добавите какой-то новый ингредиент, вот вам, пожалуйста, вроде уже новое, да, особенно если украсите по-другому, и скажете, это, конечно, другое, так и здесь, так, в принципе, и те, кто какую-то вот идею продвигали, они тоже говорили, то, что, скажем так, это новое, и вот, к примеру, коммунизм, ну, простите, это же не новое, ну, собственно говоря, от этого уходили, да, некоторые страны, а мы к этому пришли, ну, как обычно, все, что с Европой сливается, там, помойку, к нам потом приходит, или в прямом эфире сейчас, сейчас быстрее стало, если раньше, через 20 к нам приходило, да, там, в Европе какие-то новшества появились, там, дранные джинсы какие-нибудь, или там, там, коротенькие юбочки, потом, через 20 лет к нам приходило, сейчас уже прям так транслируется. Но новое было то, что они вот поняли важность агитации пропаганды, мне кажется, поэтому они смогли закрепиться, потому что они поняли важность информации. Ну, да, можно сказать и так, и они поняли, на кого можно давить, потому что они увидели самых невостребованных, самых, можно сказать, так, угнетенных. А здесь, на кого больше всего? Ну, всегда бедноты. Возьмите любую страну мира, тогда. Сейчас, понятно, дело у нас мир усвоился, но это не значит, что, к примеру, я вот за время, скажем так, проживания в Америке не особо заметил, что они прям так как-то бешено лучше нас живут. Значит, церкви надо работать и за ошибками? Надо все надо и за ошибками работать, понимаете? Церкви, нельзя просто сбагрить так все на церковь, да, потому что это же будет, понимаете, вот, как раз вот, в чем проблема-то была, то, что люди, сначала вот эволюции, никто ничего не понял, что происходит, да, а потом друг на другу начали, ну, лебедь, рак и щука, вот по сути, у белых так и было, один тянул туда, другой тянул туда, третий там, ой, я не знаю, куда еще пойти, этот вроде там, что-то одно хочет, этот другое что-то хочет, а я не знаю, я пойду к красным вообще, да, так многие же, а потом, естественно, вот, например, некоторых красных тоже, они тоже и не поняли, да, что такое, ну, как бы осознали, можно сказать, всю гибельность, да, например, во время Великой Отечественной войны, в частности, Тегласа, ушли же на территорию, но другое дело, что они тоже там ничего не получили, но вроде как и здесь не свой, и там своим не стал. Зато Прага стала наша. Ну, да, только проблем в том-то, что... без них, ну, как, без них Прага стала бы гораздо проблемней точкой, да, вот, я ни в коем случае их там не защищаю, я не сторонник просто, все беды, повесить на одного только власть, да? Нет, нет, конечно. Во-первых, как даже, да, вот говорят, в ссоре виноваты оба. Неважно, там, один начал, другой там посмотрел, третий там нечаянно там, стукнул кого-то, да нет. Дело в том, то, что, опять же, если разбирать то, что, ну, начал, ну, закончить надо, не зря Иисус говорил, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, да? Это же не зря сказано, когда и кем. А тут, как говорится, ну, зачем нам слушать? У нас, собственно, свое мнение есть, Мы, как бы, знаем. И то, что, вот, у нас народ, как говорится, пророчество сказал, вот, значит, так и будет. А, простите, Библия не актуальна, пророчество, так и здесь. Поэтому, все это, понимаете, знаете, понятное дело, то, что есть воля Божия, да, вот, как он хочет, так и будет. А есть воля попустительская. Но так и получилось, то, что, по сути, мы такие же периоды, можно сказать так, угнетения, мы проживали не раз. Ну, вот, опять же, завоевание, да, самое такое продолжительное, возьмите, да, монголо-татарское нашествие. И ведь тоже тогда, вот, говорили, то, что по пущению Господнему такое дается. Потом, пожалуйста, революция, да, вот, и потом то, что после нее. Ведь так же и писали в протоколах допроса эти же самые священнослужители. То, что это по грехам народа-то, да, потом война. Ну, война здесь можно двояко рассуждать. Во-первых, как бы наказание-то еще сильнее, но здесь война прекратила репрессии в таком количестве, в каком они были. Ведь после войны уже не было такой степени репрессии. А хрущевский виток как? Можно я задам один вопрос, и я предлагаю потом уже продолжить. Если надо, то либо частно, либо зачарим. Вот мне один вопрос интересует. Такой, как итог. просекречены данные только за 30... По Бутову. Нет, там много. То есть, 37-38 год мы знаем большую часть имен, по дням знаем количество расстрелянных, но полигон закрыли, если они швачьи, в 51-м году. здесь, скажем так, они сами, я вот с отцом Кириллом Калидой разговаривал, здесь данных просто нет пока. Вот смысл какой, что именно данных нет, они закрыты? Здесь никто не может сказать дословно, или, может быть, там уже не расстреливали, но были же другие. Я не говорю про коммунарку, да, там, но, к примеру, вот недавно тоже мне вот отец Николай Комаров скидывал тоже ссылочку на громадное захоронение, и тоже вот вопрос стоит, когда и кто? То есть, вроде как начали делать анализ, ДНК, ну, русские, расстрелянные, а кто? Кем, самое главное, да? Своими? Или же фашисты пришли потом, да, уже во время войны? Потому что там же, по сути, ну, точно там, все равно не скажешь. Туринскую площадь тоже вон. С одного края взяли, а надо с другого было брать, потому что они там подшивали ее. Ты тоже не угадаешь. Поэтому нельзя сказать, что там не расстреливали, но документально пока данных нет. То есть вот с 8 августа 37-го по 19 октября 38-го. Это официально. Уже там дальше люди просто либо не имеют, как бы скажем, данных. Так же, например, да? Да их именно нету или они засекречены? Не могу ответить. Здесь, опять же, официально никто не говорит. Кандемия. Официально. Стоу-мак, ничего. Нет, ну, кандемия, это другое. Спасибо. Пойдемте. Кандемия. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok